Приёмно-сортировочный пункт продолжает функционировать в здании бывшего родильного дома. Здесь производится забор крови и исследование на коронавирус, точнее, ПЦР-тесты. В первую волну было значительно больше обращений. Медики не справлялись с потоком больных. Тогда значительную помощь оказали российские специалисты. Но сейчас, по словам врачей, они справляются. В станции работает 13 бригад врачей. Забор биоматериала идёт с 9 утра. До того, пока опять был подъём волны ковида, у нас там работал один врач, одна медсестра, один человек стоял на заборе биоматериала. В настоящее время мы усилили бригады, чтобы как-то не создавать очереди в ПСО. И на данный момент у нас работает в бригаде 13 человек. Значит, наибольшее количество людей туда приходит для того, чтобы узнать, больны они ковидом или нет. И, значит, на забор биоматериала. Поэтому в данный момент у нас там работает 5 медсестёр. Помимо приёма, наши врачи выезжают после приёма. Вот закончили приём пациентов, и они потом выезжают уже на вызова, значит, которые им передают у нас уже с регистратуры в поликлинике. Номер регистратуры я бы ещё раз хотела подчеркнуть, чтобы наши граждане знали. 45 26 07. Вот на этот номер надо звонить, обращаться. За текущий месяц порядка 748 человек обратились в приёмно-сортировочный пункт и произведено более 1 тысячи ПЦР-тестов. Что касается вакцинации, темпы растут. Люди стали активнее прививаться. На сегодняшний день вакцинировано 702 человека первично, плюс ещё 308 человек, ну, даже, наверное, чуть больше. Это было, значит, повторным компонентом вакцинировано. И, значит, вакцинация у нас, темпы вакцинации наросли, конечно. Начали мы вакцинацию в мае месяце, и если мы в день могли принимать 5-6-7 человек, то в дальнейшем уже дошли до того, что 35 человек, 15 человек, 20 человек вот так вот идут к нам на вакцинацию. Первичную я имею в виду, повторную даже сегодня у нас было на повторной вакцинации 23 человека. Интересовал журналистов вопрос вакцинации студентов, учащихся в российских вузах, будут ли им выдаваться сертификаты и их соответствие с российскими сертификатами. Значит, если мы здесь делаем вакцинацию, то есть и первый компонент, и второй здесь, у нас есть сертификаты, где мы отмечаем все, что надо отмечать, то есть и серию препарата, и дозировку, и номер, и все-все-все. Ну, я знаю, что проводится наша министративная работа с Минздравом Российской Федерации, чтобы наши сертификаты там были признаны. Действительно. Да, действительно. То есть, я так поняла даже, что нам будут выдаваться на основании наших сертификатов, значит, специальные сертификаты для, да, российские сертификаты, которые у нас будут. Поэтому идет работа Минздрава, чтобы на уровне вот этих наших сертификатов, которые у нас есть, чтобы российские выдались. Как же быть людям, которым по медицинским показаниям нельзя прививаться? Есть категория людей, у которых есть, значит, тяжелая форма аллергии, и мы тогда консультируем с нашим аллергологом или с участковыми врачами нашими. Им противопоказана вакцинация. И также тем людям с хроническими заболеваниями, которые в стадии декомпенсации, то есть в стадии обострения, вот этим людям тоже противопоказана вакцинация. Все хронические больные, которые в стадии компенсации, то есть они, ремиссия у них, и они в данный момент находятся в относительно хорошем состоянии, мы их консультируем и мы их вакцинируем. Мы вакцинируем пациентов, если вы даже, наверное, уже об этом говорили, вот первых пациентов, кого мы вакцинировали, это с точной недостаточностью, которые на гемодиализе. То есть, возможно, их вакцинация тоже. В среднем за сутки в скорую помощь обращаются от 40 до 60 больных. Медики-неотложки выработали тактику работы с учетом прошлогодней практики, что делает процесс оказания помощи более эффективным, уточнил глава станции, добавив, что у скорой помощи есть все необходимое, от медикаментов до защитных костюмов. Работали мы в очень тяжелых условиях, значит, до 100 вызовов, до 90-100 вызовов. Физически мы не справлялись, это во-первых. Во-вторых, это новое заболевание, еще не знали, как подойти правильно, как все обеспечить и госпитализацию, и все, все. Было несколько обращений к народу через телевидение, через ваш информационный центр с просьбой, чтобы отнестись более лояльно к тому, что будут задержки к вызовам. В данный момент, на сегодняшний день, мы уже более четко проработали план работы, уже знали, знаем по сравнению с прошлым годом, ну, более-менее у нас все нормально. Единственная большая просьба к нашим согражданам относиться к этому заболеванию серьезно, и такая просьба, что вызывать при температуре 37-37,2, при том, что у тебя назначено лечение, прошу от этого воздержаться. В завершении общения с журналистами врачи еще раз напомнили о мерах предосторожности.